всем привет друзья меня зовут алексей стлеров как я обещал на прошлой неделе что сегодня будет интереснейший информативный выпуск с денисом гусевым как вы прекрасно знаете вы часто задаете вопросы как нужно питаться утром или вечером сегодня денис ответит на эти популярные вопросы ну и конечно разжует вам всю эту информацию так что я свой канал оставляю денису гусеву все слушайте внимательно итак ребятки всем привет с вами Денис гусев и есть такой вопрос который мне задал алексей который вы часто пишите что есть с утра как первый прием пищи и что есть на ночь по поводу утра существуют различные мнения кто-то говорит что нужно с утра съесть чистый быстрый белок какой-нибудь изолят выпить кто-то наоборот говорит что нужно съесть углеводы быстрые либо средние для того чтобы скажем так восполнить тот дефицит который образовался в течение ночи когда мы спали энергетически я скажу что я не могу с какой-то там научной теории это обосновать да но я считаю что в принципе нам необходимо съесть и белки углеводы одновременно в этот рацион потому что по большому счету у нас низкий уровень крови и глюкозы и низкий уровень крови аминокислот потому что за всю ночь организм много-много потратил и их уровень достаточно низкий у нас самый высокий уровень катаболических гормонов гормонов кортизола именно с утра поэтому я свой завтрак начинаю всегда это какая-то каша обычно это овсянка конечно и плюс там два-три яйца кстати кто не знает такой прием пищи как коровье молоко с гречкой то есть обычная обычная гречневая каша считается по своему составу равноценное мясо говядине мы помним что у нас есть белок он состоит из аминокислот а именно из 20 аминокислот аминокислоты у нас бывают и вообще белок растительного и животного происхождения дело в том что белок животного происхождения да это все крупы наши а он является неполноценным потому что там нет незаменимых аминокислот важных для особенностей изолицина сама главная для нас аминокислота из которой наши мышцы состоят дело в том что если есть много скажем так углеводов даже правильных но мало белка ваш вы не сможете поставить свое тело потому что у вас не будет хватать от аминокислоты особенности это касается вегетарианцев но если у вас нет денег там на мясо на говядину там какие-то дорогие продукты вы можете просто использовать гречневую кашу с молоком и по этому своему составу именно аминокислотным она будет равна цена для я я предпочитаю именно кашу с молоком есть но еще два-три яйца и получается что я первым прием пищи употребляю примерно 20-30 грамм белка и примерно 50-60 грамм углеводов и это полностью компенсирует все те затраты которые мы были утром точнее ночью когда я спал и я чувствую полным себя силу и хорошие самочувствования что же касается вечернего приема пищи то он у меня случается за полтора примерно часа до сна обычно это какой-то легкий блок я не ем на ночь не говядину не какие-то грибы потому что нужно очень много времени для переваривания очень тяжелая для моего желудка пища также в принципе считается что творог он долго усваивается в течение примерно 3-3,5 часов вот но если оборотная сторона медали чем дольше этот творог усваивается а он не очень тяжелый для нашего скажем так желудка продукт тем больше скажем так по времени кислоты будут постоянно поступать в кровь и тем позже у меня катаболизм наступит потому что вообще не наступит поэтому на ночь я по доброй традиции либо творог ем либо просто ем какие-то салаты которые богаты клетчаткой для более медленного переваривания вместе с каким-то легким белком это либо куриная грудка либо в ней просто морепродукты нравится то есть это какие-то креветки кальмары октопусы просто благодаря клетчатке белок чуть медленнее начинает усваиваться и когда я уже ложусь спать переваривание почти закончилось но именно кислоты еще будут там в течение часа поступать ко мне в кровь прием пищи примерно за полтора часа за час до сна это должен быть обязательно легкий прием пищи я стараюсь уже не есть тогда углеводы потому что ночью мы тратим не так много энергии эти углеводы к сожалению могут у нас пойти не пополнять гликолитический депо нашей печени и мышцы могут пойти у нас в жировое отложение это и я вам рекомендую делать спасибо с вами был Денис Гусев пишите задавайте вопросы всегда рад на них отвечать